Жители деревни Малая Янгорчина Алексея Маркова в округе знают все. Он давно привык к журналистам, потому что занимается весьма необычным делом. Пенсионер разводит дождевых червей, которые пользуются спросом не только среди рыбаков, но и дачников. Почему? Узнаемый сюжет о Марии Шоклевой. Все началось 9 лет назад, когда бывший военный летчик прочитал во Владимирской газете статью о разведении дождевых червей. Алексею Ивановичу так понравилась эта идея, что он решил рискнуть. Нашел помещение и на 150 тысяч рублей купил полмиллиона уникальных старателей. Такое название дали червям, которые перерабатывают органические отходы – навоз, ботву, сено и даже бумагу – в полезное удобрение – биогумус. Технология производства биогумуса называется передвижные гряды. Рассмотрим одну грядку. С этой стороны находится компост – корм, в котором и живут черви. С этой стороны черви оставляют продукт своей переработки – полезный биогумус. Этот биогумус срезается, а сюда докладывается новый корм. Так постепенно грядка перемещается с места на место. Свой бизнес Алексей Иванович считает рентабельным. Биогумус пользуется спросом среди овощеводов Муриэл и Татарской республики. Им питают растения Московского ботанического сада. Да и местные дачники выстраиваются за чудо-удобрением в очередь. Растения на таком биогумусе становятся экологически чистыми, вкусными. Они быстро развиваются. Там очень много микроорганизмов. Лук растет, если на грядках 30 дней, у меня лук прорастает в течение 15-18 дней. Доказательство работы биогумуса растет в теплице над фермой. В этом году предприниматель планирует собрать большой урожай из полей. Этих своих червей-старателей хочу выпустить на свои поля, чтобы они наши поля обрабатывали. А по сегодняшний день я их не пускал по одной причине. Чтобы черви жили на этих полях, нужна была органика. Я уже более трех лет всю солому оставлял на полях. В этом году даже на 50 гектаров хочу вырастить горчицу в зеленую массу. И хочу оставить как корм для червей в земле. Черви-старатели способны не только поднять урожай. Они могут даже переработать отходы ЖКХ. Вот только предприятие по утилизации пока мечта. Единомышленников найти не удается. Но предприниматель надеется на успех. Надо землю просто любить. И я обязан дать дань земной матушке. Вот и поэтому я занимаюсь этим делом. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Цивильский район, Республика.